Режиссер, драматург и общественный деятель, чье имя известно не только в театральной среде, Булат Атабаев отмечает свое 62-летие. Не только его постановки известны во всем мире, но и справедливые политические высказывания, критикующие действия казахстанских властей и самого Нурсултана Назарбаева. Об искусстве и политике Атабаев привык говорить открыто. За эту самую правду на отмашь и свои убеждения страдать режиссеру приходилось не раз. Даже режиссер, который управляет театром свыше 10 лет, возьмите любимого, ведь труппа устает. Одни и те же мысли, один и тот же способ мышления, одни и те же средства выражения. Понимаете, психологи говорят, для руководителя страны это максимум 7 лет, все, народ устает. Я уже первый устал, поэтому я поднял свою задницу, встал и начал говорить, и буду говорить. Просто я долго молчал. Беспрецедентные события в Жан-Азене в декабре 2011 года лишь подстегнули ярость Атабаева по отношению к властям. Тогда многие боялись даже пикнуть. Карательная операция президента Казахстана против бастующих нефтяников, автоматной очередью скосившая только по официальным данным 17 человек, испугала людей не на шутку. Атабаев требовал беспринципного возмездия. И Акарда, разумеется, в долгу не осталась. Веснарежиссера быстро шили дело за якобы разжигание социальной розни и хотели закрыть на долгие годы. Понимаете, я так хотел, чтобы я попал на суд, чтобы меня судили. Жан-Азен, до судебного процесса, чтобы я дошел. Но меня Володя Козлов уговорил, мы сидели рядом в камере, в этой камере, через стенку я сидел. И мы каждый день встречались у окна и переговаривались, хотя друг друга не видели. И он мне просил, Булат, ты должен выйти. Потому что у тебя язык длиннее. И надо все сделать, чтобы ты вышел. Выйдя на свободу, Булат рот на замок не закрыл. В 2012 году режиссер получил медаль Гёте за заслуги в развитии отношений между театрами Казахстана и Германии. Сегодня Атабаев находится за пределами родного государства. Но на чужбине ему гораздо спокойнее. Баке, Казахстан вас приветствует. Мы ждем вас живым, невредимым. В этот праздничный день хочу пожелать, конечно, Булату Атабаеву крепкого здоровья. И успехов на творческом поприще. Я хочу сказать, знаете, в Казахстане очень много талантливых политиков и государственных деятелей. Но, к сожалению, катастрофически не хватает талантливых режиссеров. Именно таким знали его у нас в Казахстане. И я хочу сказать, вот к слову, знаете, что иногда язык искусства гораздо более эффективнее содействует переменам в обществе, чем политические лозунги, митинги, призывы и тому подобное. Герои одного из последних спектаклей режиссера «Лавина страха» всю жизнь говорят полушепотом, поскольку считает, что из-за громкой речи их накроет огромной лавиной. Атабаев призывает не бояться говорить громко, ведь это право каждого жителя демократического государства. Страх перед властью театральный деятель предлагает заменить смехом. Надо смеяться, обсмеивать вот это все. Не надо всерьез воспринимать. А когда скажут последнее слово Атабаеву, я встану, в воздух наберу и скажу. Атабаев Атабаев Атабаев